Я всё ещё не могу поверить, ребят, что вы подарили мне PlayStation 4. Я тоже. В смысле, это же идеальный способ купить дружбу. Это не совсем то, что мне добегут. Это же новая эпоха, мужик. Я просто не могу представить, во что нам предстоит сегодня поиграть. Терпеть не могу новогодние праздники, все магазины видеоигр закрыты. Кто вообще придумал давать отгул продавцам? Действительно. Ладно, давай пробежимся по списку. Деньги взял? Взял. Дисконтная карта? Есть. А Воська? С Авоськой возникли проблемы, но я думаю, что вот этот пакет подойдёт, в нём достаточно места. Ну раз так, по магазинам! Чувак, это не то, на что я рассчитывал. Знаешь, я хочу думать, что дело не в количестве, а в качестве. Пусть игры всего две, но кто знает, может быть они способны завлечь нас на долгие часы. Знаешь, я где-то читал, что пренебрегать гостеприимством – это невежливо. Пока. Анонс свежей игровой консоли – событие волнующее. По сути, оно знаменует начало новой эры в индустрии, которая навсегда изменит представление пользователей о электронных развлечениях, внедрив в их жизни новые возможности, без которых потом будет трудно обойтись. Во всяком случае, так может показаться. Впрочем, как только машинка оказывается на прилавках магазинов, благоговейный трепет, который, по идее, должен сопровождать процесс покупки у определённой части потребителей, улетучивается. Почему? Да потому, что сколько телеканалов не могла бы проигрывать приставка, и с каким смаком вы бы не изгалялись над разномастными медиасервисами и социальными сетями, аудиторию в первую очередь интересуют видеоигры. Ну, в смысле, ту её часть, что действительно знает, за каким же хреном они тратят деньги на всю эту дрянь. Я, конечно, могу ошибаться, но, на мой взгляд, в день релиза на консоли тратится лишь три типа людей. Первый – это заядлые приверженцы той или иной марки. Им пофиг, что покупать, они просто любят Sony. Или Microsoft. Или Nintendo. Встречаются и подкованные личности, желающие поскорее изучить функционал новинки для того, чтобы ловко сраться на форумах поклонников другого производителя. Второй тип – трендовые. Никакой фанатской подоплёки здесь нет. Эти ублюдки скупают едва ли не все громкие хай-тек-новинки, большинством из которых вряд ли когда-нибудь воспользуются. И всё это исключительно ради того, чтобы быть впереди планеты всей и хвастаться во всяких тематических пабликах перед такими же чудиками, которые заполучить новинку не успели. Ну и третий тип – дети белуго-ревущие. «Мам, купи!» Стоя перед прилавком. Тут и так всё ясно. Остальные же либо осознанно делают выбор не в пользу консолей, либо выдерживают затяжную паузу перед покупкой. И дело может быть вовсе не в деньгах. Просто эти люди знают, что по прошествии лет на рынке наметилась неутешительная тенденция. Стартовыми линейками игр для новых платформ можно лишь подметать полы. И если прошлое поколение ещё могло похвастаться парочкой занятных проектов, хотя кого я обманываю, это же просто говно, то современное ничем не лучше. Рынок диктует свои условия. Сегодня казуальщиной для толстожопых тётенек, возомнивших себя танцовщицами или рок-звёздами, тонны однотипных спортивных игр и сиквелов всяких прилизанных шутанов, являющихся не более чем бессмысленными бенчмарками, можно успешно протолкнуть новый продукт в топы продаж. С этим приходится мириться. И виноваты в этом только вы, любители хайпить одно и то же говно из года в год. Но сегодняшний пациент как раз является одним из нетипичных проектов, релизнутых к запуску платформы. Речь пойдёт о PS4. Давайте представим, что я геймер, ну скажем, первого типа. Мне удалось урвать в магазине свеженький девайс, причём в первую неделю продаж. И, наконец, очередь дошла и до покупки игр к нему. Нет, ничего нового, ничего нового, опять ничего нового, не люблю, нет, нет, боже, какое же говно. Ну, про Killzone много чё говорят, наверное, можно поиграть. Нет, нет, боже, для кого это вообще? Минуточку. Хм, а вот это может быть интересно. Свежий проект, созданный в лучших традициях соневских экшн-адвенчур. Причём не сихвил какой-нибудь, не ремейк, а вполне себе цельное произведение. С необычным героем во главе. Такое вообще возможно? Как оказалось, да, возможно. Копнув чуть глубже, выясняется, что игру создал не кто иной, как Марк Церни. Мужик, в своё время работавший над Крэшем в Naughty Dog и над моими любимыми Рэчетом и Кланком в Insomniac. Вау, да он даже приложил руку к созданию второго Соника. Чёрт возьми! Карьера Марка Церни в качестве разработчика и геймдизайнера приостановилась ещё в 2008 году, после выпуска второго Resistance. Потом он кого-то там консультировал, но основные силы Марка были брошены на разработку собственной видеоигровой консоли. Которой стала PS4. Да, этот мужик создал PS4. Я бы изрядно лукавил, если бы сказал, что Церни вообще не занимался играми в этот период. Занимался, конечно, причём плоды своих трудов он впервые представил на той самой E3, где анонсировали новую Соньку. Игра называлась NEC, и судя по его словам, должна была стать чуть ли не преемницей Крэша. С оттенками геймплея God of War. Правда, тогда люди были слишком увлечены созданием макросов, высмеивающих дизайн свежеанонсированных консолей, чтобы обращать внимание на данный проект. Но пускай анонс игры шаблонный и не разорвал, у NEC были все шансы для того, чтобы привлечь аудиторию. Имя Церни у комьюнити на слуху, а игр для новой приставки с гулькин нос. Колда и прочие ассасины продавались всегда, что интересным оригинальным проектам, конечно, мешало, но живут же как-то. Тем более, что NEC и выглядел симпатично, да и в фанбазе Sony подобные штуки любят не меньше кинематографичных пострелушек. А может даже и больше. Но игру ожидал крах. Так в чём же причина? С какого фига NEC столь нещадно разнесли в прессе? Играть в NEC то же самое, что смотреть скучный фильм в самолёте. NEC может и построен из кирпичиков очарования и сложности, но к четвёртому уровню эти кирпичики рассыпаются в груду непреодолимой тоски. NEC ничего не говорит нам о потенциале PlayStation 4. Геймплей и сторителлинг банальны даже по меркам прошлого поколения. И это лишь песчинка в море крайне нелестных отзывов об игре самых разных ресурсов. Разумеется, положительные рецензии никто не отменял, но они скорее были сдержанными, нежели хвалебными. Да и концентрация их в общей массе сравнима с капелькой яблочного сока в канистре серной кислоты. Но мой девиз «Доверяй, но проверяй», так что предлагаю рискнуть своим здоровьем и составить собственное мнение об игре NEC. Справедливо будет начать обзор с ответа на вполне логичный вопрос. Что такое нахрен NEC? Англо-русский словарь подсказывает перевод слова, это ловкость или умение. Со своей стороны могу подсказать, что существует такая клёвая группа. Но именно так зовут главного героя игры, хреновину, состоящую из множества так называемых реликтов, мощных источников энергии в здешней вселенной. Почему-то я начал скучать по этому кретину. На определенном этапе своего развития человечество выкопало эти камешки из-под земли. И отныне за их счет работает едва ли не вся передовая техника. Генераторы всякие и даже автомобили. Все было бы замечательно, если бы не одна проблема. Агрессивные гоблины, мешавшие человеком фактом своего существования, судя по всему. А все мы с вами знаем, что происходит с теми, кто осмеливается перейти дорогу в высшей расе. Таким образом, население дикарей быстренько отправили подальше от активно развивающейся цивилизации. Так они и жили. Пока вам не приспичило запустить игру НЕК на своей приставке, тем самым позволив гоблинам вооружиться танками, стволами, вкупе с прочими нетипичными для них штуками и отправиться осаждать безликий человеческий форбост. То есть гоблины изначально владели землей, а потом туда прилетели люди, и они захватили землю и жили там, но гоблины вернулись и захватили землю обратно. То есть такой сюжет получается в платформере, который должен просто показывать физику, которая показывает PlayStation 4, да? Это... это было неожиданно. Но, в общем, да, таков лейтмотив НЕК. Люди, разумеется, в панике. Как же так? Раньше гоблины воевали при помощи луков и стрел, а теперь они вооружены до зубов и фактически сравнялись в мощи с человеческой армией. Это же не честно! Вот металаги и размышляют, как бы поэффектнее забраться в тыл врага и всё сломать. Вникнуть в бэкграунд нам предлагают посредством недолгого диалога между какой-то седой барышней, раздающей брифинги, и кучкой странных личностей, существование которых должен оправдать местный сюжет. Есть среди них толстый дядя, которого все зовут не иначе, как доктор, как выяснится позднее, ненастоящий. Некий вкачанный мужик с плохой прической и с загадочным дерматологическим заболеванием на подбородке. Оттуда будто черви какие-то лезут, фу! Игра вышла в 2013 году, в самый разгар популяризации фильмов Марвел, так что было бы глупо не задействовать миллиардера Виктора, по странному такому совпадению, обладающего физией Роберта Дауни-младшего. Компания Виктора промышляет разработкой вооружения, охранных систем и... боевых роботов. Даже анорексики не способны достичь такого уровня тонкости. Виктор на пару со своей сексапильной... наверное, сексапильной телохранительницей Катриной выдвигает свежую разработку своей компании в качестве единственно верного решения для намечающейся экспедиции в земле гоблинов. Это, в общем-то, объяснимо. Идеальная возможность протестировать новых роботов в полях и, в случае удачного исхода, получить нормальный такой госзаказ. Но тут встревает тот самый доктор со своим новейшим изобретением. Им оказывается милое существо с цветочным горшком вместо головы. Не совсем понятно, правда, почему доктор называет Нека изобретением, ведь, как выяснится позднее, каменоголовый собирается при помощи загадочной круглой штуки, найденной пузаном во время одной из экспедиций. Причем самостоятельно. А вот теперь мне интересно, насколько легальна его докторская степень. После короткой демонстрации, являющейся также тренировочным уровнем, Нек преспокойно разделывается и с роботами Виктора, распахивая перед собой двери в страну миротворца. Капитошке предстоит стать инструментом зачистки локации от неприятеля, для того, чтобы умники могли спокойно выполнить свою работу и разгадать таинственную причину столь резкого технологического скачка расы гоблинов. Трудно не обратить внимание на специфическую визуализацию Нек, вдохновленную работами студии Pixar и DreamWorks Animation. Довольно интересный ход, являющийся скорее рекламной завитушкой, ведь, говоря откровенно, Нек спокойно мог предстать перед игроками, облачившись в собственную уникальную упаковку. Но Церни решил пойти дорогой ассоциативности, заставив геймеров думать, что они типа играют в мультик. На сегодняшний день 3D-анимация уже зарекомендовала себя в качестве самостоятельного кинематографического жанра, что, соответственно, снабжает его ворохом присущих кинематографу проблем. Я еще помню период, когда каждый новый мультик казался уникальнее предыдущего, но теперь основа компьютерной мультипликации способен изучить даже второкурсник радиотехнического колледжа. А те самые именитые студии настолько зарылись в бухгалтерию, что попросту перестали вчитываться в предлагаемые сценарии. То есть задумка может быть и оригинальной, но вся эта убогая графомания просто не способна оградить взрослого зрителя от ежеминутных набегов на толчок. Избитые приемы, высосанные из пениса базалайтера романтические линии, однообразные, как комментарии под моими видео герои, причем текст может быть неплох, даже с точки зрения драматургии, но оглянитесь назад. Половина современных мультиков написана будто под копирку. И поверьте, даже самый хитрющий из-под подвывер не заставит меня смотреть больше трех таких картин в год. И все равно на каждую историю игрушек приходится по три рангу. Тьфу. И нет ничего удивительного в том, что сюжет в стилизованной под все это дело игре будет настолько же... стандартен. В обзоре игры Миррорседж мы с Васей Русяевым проводили эксперимент, раскрывающий очевидность некоторых сценарных приемов. Правда, там исход был яснее погожего денька, выбил несла Рианна Пратчет. Но смотрите, вот вам четыре рожи. Среди них есть говнюк, строящий козни главным героем, а это было слишком легко. Не успеет закончиться тренировочный левел, как Виктор одним движением своей любовно-выщипанной бров даст понять, что он здесь не ради спасения человечества. И герои так сильно удивятся, когда это тайно раскроется. В первой четверти игры. Даже несмотря на вызывающее поведение стиляги и открытую враждебность его роботов в отношении Нека. Во всяком случае, он честный. Что же задумал коварный манекенчик? О, я даже подсказок давать вам не буду. Да-да, именно то, о чем вы подумали. Причем сделать это он намеревается при помощи... Да-да, именно при помощи него. Видите ли, однажды во время какой-то там экспедиции, потому что, похоже, здесь прогулки под землей являются развлечением, сравнимым с поездкой в Диснейленд, Виктор обнаруживает некий сверхмощный тип реликтов. То есть, функции у них примерно те же, только камешки в размерах больше и, соответственно, мощнее. Там же он натыкается на таинственную дверь, открыть которую можно лишь при помощи ключа... Ну да, вот такой вот формы. Позднее окажется, что Нек ключом вовсе не является. Несмотря на очевидную схожесть частей его туловища с выемками на двери, выяснится, что некоторая часть его составляющих не подходит. Почему он не мог найти другие реликты на локации, непонятно, ведь, как известно, в теле Нека нет ничего уникального, помимо той самой сферы. Остальные его части вроде как заменимы. Но мы же тут сценарий к видеоигре пишем, так почему бы нам искусственно не растянуть ее продолжительность? С двух часов до десяти. Основная проблема данного сценария кроется вовсе не в дебильном сюжете, который таковым как раз и не является. Здесь имеется собственный уникальный мир, который при детальном рассмотрении даже работает. Завеска в целом интересная, и следить за всем этим можно без дискомфорта в чувствительных местах вашей тушки. Можно было бы, если бы не абсолютно ублюдочный состав героев, которым нас прямо-таки заставляют переживать. Я вот как-то очень люблю обращаться к людям, которые болт клали на мои видео, и по вменяемым причинам даже не знают языка, на котором я разговариваю. Наверное, это какая-то особая форма безумия, с которой мне, а следовательно и вам придется жить. Но, господа сценаристы, вы не можете просто сказать нам «Вот это хорошие, потому что они хорошие, а вот это плохие, потому что они плохие». Знаете, персонажи художественных произведений, они... Они ведь как люди. Их принадлежность к добру и слух должны определять поступки, которые они совершают. И очень клево, когда мотивация антагониста способна изменить отношение аудитории к нему. Но когда герои в открытую ведут себя как воспитанники Гитлер-Югента, и при этом ты не можешь сделать ничего, кроме как использовать диск с игрой в качестве растопки для своего пердака, начинаешь сомневаться в откалиброванности вашего морального компаса. Вот вы и смотрите этот обзор. Скажите, у вас не возник вопрос, чем же люди так насолили воинствующим гоблинам? С чего их вообще куда-то там сослали? Ну и жили бы себе в мире и согласии, налаживали бы внешние контакты, торговали бы всяким с людьми. Так вот, причину враждебности гоблинов нам удастся выяснить после победы над их предводителем. Ага, то есть люди пришли и просто так разрушили ваше поселение, фактически укатав вашу цивилизацию до состояния блинчика, как-то слабо верится, засранец. Типикал гоблин, всегда живет в прошлом. Вот ведь пидора... Ага! Ага! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То добро, которое нам здесь преподнесли Характер гоблинов также раскрывается через разгадку происхождения и их вооружения Поначалу я предполагал, что Виктор ведет двойную игру Поставляет зеленушным ресурсы в обмен на какие-нибудь уникальные артефакты или нечто подобное Этот ход сосал бы, безусловно, но дополнил бы его жадную до бабосов сущность Однако сценаристы умудрились найти еще более талантливый в своей ущербности ход С самого начала и до самого конца игры нас почуют истории о трагичной любви доктора Варгаса Когда-то давно Толстяк положил глаз на свою коллегу, блондиночку по имени Шарлотта Некоторое время они работали над какими-то совместными проектами, даже замутили крутую точилу А потом Доку приспичило взять девушку в экспедицию Кое-что пошло не так и Шарлотта погибла, рухнув в бездну с моста Тело ее так и не нашли, а Варгас заливал горе собственной одержимостью Отсюда и замызганное фото в его самолете Потому что он поглаживает его на удачу при взлете, грязные извращенцы И даже соответствующая статуя в саду при его лаборатории Ее Некрос херачит в самом начале истории, так что можно считать, что Шарлотта здесь гибнет дважды Но даже столь пугающая романтичность докторской натуры Не способна отменить того факта, что он является не более чем оборзевшим мудлом Причем меня безумно веселит способ передачи этой, безусловно, важной информации В один прекрасный момент Виктор похищает Варгаса и его ассистента Подростка по имени Лукас Парня личной драмой тоже не обделили Он потерял маму, чье фото носит в кулоне на шее А его дядя, тот самый чувак в рубашке, судя по всему, скоро помрет от загадочного кожного заболевания Ему трудно позавидовать Так вот, находясь в столь щекотливой ситуации В запертой комнате, на пару с эмоционально подавленным подростком В то время, как по улице разгуливает каменные верзила, причем без поводка Доктор начинает изливаться в уши пацану Нет, да серьезно Боже, этот мужик просто мастеру сугубить и без того облюдочную ситуацию Слушай, он действительно талантливый врач и сможет вам что-то делать Единственное, что говорить, буду я Сейчас слыхаю себе там Личная трагедия Он просто косил Но поверь мне, к варке он точно меня растерял Да я уже не знаю, к кому он мне обратился Слушай, если этот мужик сможет все исправить Мне откровенно плевать, как он себя будет вести Вот и отлично Я не собираюсь голосовать за вашего О, какие люди Здравствуйте, здравствуйте Это самое, мужчина, как там ваше ухо так? Все отлично Да насрать, простая вежливость Вежливость это очень редкое качество в людях, хочу сказать Они приходят ко мне домой и требуют от меня помощи А потом пишут про меня всякие гадости в интернете Но, между прочим, вы другое дело Даже несмотря на то, что не поздоровались Просим прощения, Дурк Я привел вам пациента с редкой разновидностью Очарование! О-хо-хо-хо-хо Какое здоровье! Готов поспорить, что с вами все в порядке Иногда бывает, что люди сами себе все накручивают Например, я Знали бы вы, как я тогда перепугался, когда обнаружил ту жуткую родинку на своей мошонке? Но все обошлось Это был изюм Охренительно вкусный изюм, скажу я вам Но вы проходите в квартиру, не стойте в коридоре Попрошу быть поаккуратнее, я совсем недавно прибрался После смерти своей жены я совсем разрываюсь между пациентами и работой по дому Сколько же трудов потребовалось мне, чтобы отсортировать все эти коробки из-под пиццы? Только лучше, только лучше, только лучше Извините, а что случилось с вашей женой? Пшу быть! Это очень щебетильная история, и мне не хотелось нагружать у вас подробностями Но, раз уж вы просите Это был самый тяжелый момент для меня Ее вагину я обнаружил значительно позже, вот в этой самой раковине Говоря начистоту, она все еще где-то та Кстати, приятель, я бы тут заметил, что за все время моего рассказа вы так ни разу и не присели Что, брезгуете моим гостеприимством? Нет, доктор, дело в том, что у меня редкая разновидность геморроя Ну, шишка размером с головы Бонни Ну, вот именно поэтому я пришел к вам Ладно, снимайте штаны Да, и на будущее Не стоит говорить такие гадости человеку, которого видите впервые в жизни Это не тактично Но и исповедью дело не ограничивается В конце рассказа Варгас выдвигает интересную теорию Нет, вы же не хотите сказать, что... Здравствуйте, доктор Потому что это явно не автомобилестроение, как нам преподнесли ранее Да я бы больше поверил, если бы мне сказали, что Шарлотта работала дизайнером фигурок в Games Workshop Причем на полставки Это опять же возвращает нас к вопросу о использовании писаками абсолютно всех имеющихся в сюжетной обоими активов Даже тех, что должны кормить червей Я ругал Рианну Пратчетт за то, что она ввела слишком мало персонажей И не сумела удержать в тайне личность того убийцы в маске Так вот, Нэг я буду ругать ровно за противоположное говно Воспринимайте, как хотите Они реально ввели слишком много действующих лиц Которые могли бы спокойно затеряться в массовке Если бы не вертелись под носом с криками Не, вы тут нужны! Заметьте нас! Сценаристы оборачивают героя в драматическую упаковку Но до такой степени не понимают, что делать с ними дальше Что бросают их на полпути, фокусируясь на тех немногих Кому сюжет удалось хоть немного прописать Таким образом, ни Лукас, ни Райдер А именно так зовут мужика с косичкой Не играют сколько-нибудь важной роли в истории Я так толком и не понял, чем Райдер конкретно занимается Остановился на мысли, что он кто-то вроде местного Индиана Джонса И то только потому, что имя его стопудово отсылает нас К названию первой части похождения Инди Лукас так это вообще дно Я поначалу думал, что именно на его взаимоотношениях с Неком И будет строиться история Ну, вы знаете, малолетний аутсайдер заводит дружбу с необычной хреновиной Да, прямо как приручить дракона И начал было в этом убеждаться, когда паренек лишился медальона, которым дорожит Но нееееет, Нек оказался историей о романтических переживаниях одного старого пердуна Именно ей, потому что сам Нек, персонаж, чье имя красуется на обложке Является не более чем шестеренкой, двигающей историю, которой зачем-то пришили видеоигру Кстати, давайте-ка, наверное, отвлечемся от сюжета и заглянем в Нека Поглубже Геймплей игры представляет собой битэмап в самом натуральном его проявлении Есть арена, на ней есть враги Вы знаете, что делать А еще, я полагаю, вы знаете, что удержать игрока перед геймпадом Создателям такого рода штуку дается посредством разнообразной боевой системы И иногда удобной прокачки Давайте по порядку Бить врагов можно одним типом удара на земле И одним типом удара в прыжке Все! Итого, в бою вам потребуется одна кнопка Одна! Ну и правый стик, отведенный под классический стрейф, уберегающий героя от неприятностей Суперприемы? Ну, они тут есть, да Видите вот эти громоздкие ячейки? Их придется заполнять энергией саммерстоунов Желтых кристаллов, которые необходимо разбивать Заполнили ячейку целиком Игра расщедрится аж на один из трех предложенных типов суперки Просто входите в соответствующий режим и жмакаете в одной из Опять же, трех отведенных под это дело кнопок на геймпаде Никаких комбинаций заучивать не придется Главное, чтобы кругляш был полон В этом случае Нек либо вихрем снесет преграждающих путь врагов Либо выпустит шквал энергии Либо же одним махом успокоит их при помощи самонаводящихся стрел Так, мне кажется, я начал понимать, откуда у Нека в дневнике столько двоек Потому что он черный Боевку беднее я видел разве что... никогда Но я так и не раскрыл вам главную особенность персонажа, его основную фишку Прикол в том, что в процессе прохождения уровня Реликты на Нека налипают такие репей на задницу лесничего Выглядит очень круто и, кстати, является одним из способов демонстрации возможности новой Сони Смотрите, сколько мелких деталек Будь я грудничком, непременно проглотил бы такую Штучки не только восполняют здоровье, но и увеличивают его... будем считать, что эго Так что при выгодном раскладе Нек будет шагалять по уровню в стиле какого-нибудь зефирного человечка Ухухухухахахаха! Вот это да! Сомневаюсь, что кто-то из этих сосунков теперь сможет остановить меня Жалкие прыщи! Склоните свои колени! Или что там у вас? Перед могущественным Неком! Добровольные пожертвования приветствуются на вебмайне-кошелёк Вот это вот чё сейчас такое было? Короче, ребят, я сейчас специально ничего не буду делать, чтобы вы увидели, насколько быстро вам надерут жопу в этой игре Хоть кто-нибудь вообще способен воспринимать это пафосное говно всерьёз после такого? Величайшее изобретение гениального доктора, собранное из кусочков самого мощного материала на планете Способное увеличиваться до невменяемых размеров К тому же обладающее неподдельным разумом Уничтожается при помощи парочки горящих стрел Идите нахер! Было бы честнее, будь Нек не гипертрофированным маскотом фабрики Дупла А комичным чёрным рэпером, обладающим суперспособностью воскресать после гибели во время гангстер-разборок Только для того, чтобы быть убитым вновь Вот в эту игру я бы поиграл Вся шутка в том, что фактически размеры Нека на игровой процесс не влияют абсолютно Накопить реликтов сверх установленной нормы тупо нельзя Болванчик трансформируется только тогда, когда это будет выгодно сюжету В начале уровня вы маленькая хрень на ножках, которую с двух ударов выносят божьи коровки Ближе к середине вы немного подрастаете И божьи коровки плавно сменяются другим типом врагов, которые также будут сносить вас с двух ударов И так до конца, пока вы не станете здоровяком, сражающимся с какой-нибудь штукой вашей весовой категории Которая всё равно не затратит особых усилий для того, чтобы смести Нека метлой в совок Вы никогда не столкнётесь с ситуацией, когда маленькому Неку придётся противостоять какой-нибудь гигантской дуре Вам никогда не позволят накопить достаточной энергии, чтобы с лёгкостью пройти уровень Нет, конечно, вам позволят размазать горстку козявок по тропе Но они всё равно рано или поздно сменятся не менее объёмными чуваками Весь этот порожняк срежиссирован и спланирован настолько скурпулёзно, что вам даже не позволят отлить в кусты Не верите мне? Смотрите, самая отутранная в жопу причина, по которой вы не сможете сделать то, ради чего эта игра вообще существует Вы проходите уровень, вы разрослись до определённого состояния Вы начинаете понимать, в чём прикол И тут вы утыкаетесь физией в запертую дверь, открывающуюся лишь при помощи генератора, который в данный момент обесточен Что же, Дек? Правильно! Правильно, блядь! Вы отдаёте всё накопленное добро ради того, чтобы открыть одну единственную дверь Не какую-то часть реликтов, а вот непременно все, все сраные мощнейшие источники энергии для того, чтобы открыть один засранный замок И вас возвращают к исходному состоянию прямо в процессе прохождения уровня Читая рецензии на игру, я как-то наткнулся на фразу, которой пытались её охарактеризовать Типа, это такая казуалка для хардкорщиков И у меня сразу же возник вопрос А нахера? То есть, если подумать, то казуалкой для хардкорщиков можно назвать практически любую современную игру Ведь если человек является хардкорным геймером, то игры, рассчитанные на массовую аудиторию Будут восприниматься им как плевок Питера Динглэйджа в лицо Нэк же одновременно и слишком проста для такого типа геймеров И слишком сложна для своей же целевой аудитории Детей и любителей не напрягаясь помесить фарш и попрыгать по платформам То есть для казуальщиков На платформинг, кстати, тоже особо не рассчитывайте Разумеется, этот элемент в игре имеется А ближе к концу разработчики так и вспоминают, что подобный вид разликухи, в общем-то, котируются И стараются как-то компенсировать упущенные возможности Но, обобщая, в Нэк вы не будете делать практически ничего, что не относилось бы к избиению врагов Оно тут типа ни к чему В те моменты, когда уровень предполагает платформенный блок Игра тупо вставляет небольшую кат-сцену Демонстрирующую, как Нэк перелазит через скалы или прыгает в обрыв А вы все ругаете кинцо, это говно уже и в аркады просочилось Привет, Тов Во что, играешь? Рачат и Клан, же Обожаю эту игру Это платформер, сочетающий в себе няшность главных героев и сатиру на современное общество Погоди Здесь надо на кнопки нажимать, что ли? Старьё, как вы Так я не понял Чё началось-то это? Эммм На вот этой флешке Игра, которая изменит будущее индустрии Здесь даже геймпад использовать не надо Что-то связанное с тем шлемом виртуальной реальности, о котором все говорят? Нет Какой-то модный симулятор певца пастью? Или что-то? Мимо Сиквел Асурас Фрэс? Ай, бери выше Здесь седьмая часть Мэг Мэг Седьмая часть Седьмая Почему я ничего не слышал о предыдущих пяти? А Ну Наверное, потому что они выходили на Мобильную платформе А Они провели какой-то эксперимент Полностью вырезав Геймплей, который отвлекает от сюжетки Но это же бред Ай, давай запустим Давай попробуем Я так не терпится поиграть Давай запустим Давай запустим Давай запустим Хорошо Давай запустим Давай запустим А что Уже все, что ли? Что за говно? Ну, наконец-то Неужели ты наконец-то понял Во что превратилась игровая индустрия, да? Я не обещаю Осознал, блять Такого геймпада использовать не надо Но уже на титульном экране Требует нажать на кнопку Став Что за обдиралово, ну? То есть любое действие, призванное разнообразить процесс Расценивается здесь как надругательство над установленным режимом Причем количество катсцен на уровне Их содержание позволяет спокойно слепить полнометражный мультик Без нарушения целостности повествования В промежутках между волнами врагов, пробежками по уровню И сражением с традиционным паттерновым боссом Будут вклиниваться тонны роликов различной степени значимости Уже ко второму уровню становится ясно Что НЕК это показательный пример того Что могло бы получиться из Тетрисов Которые добавили бы полноценную историю Представьте кино про строителей Которое каждые 5 минут стопалось бы ради поигрушек с блоками Вот тогда-то уж зритель-слэш-игрок Наверняка задумался бы над тем Какая из составляющих этого говна здесь лишняя Не знаю, что насчет Тетриса Но в отношении НЕК я свой выбор сделал Впрочем, игра предпринимает попытки Сделать геймплей интересным В один прекрасный момент Лукаса Которого сюжет позиционируют как вундеркинда С заниженной самооценкой Угадайте, о ком я сейчас думаю Осеняет, что чисто теоретически НЕК способен собирать на себя Не только пресловутые реликты Но и... Всякий мусор, который попадается под руку Что как-то слишком схоже с тем, чем сейчас занимаюсь я И по ходу игры НЕК периодически будет юзать всякие материалы Что, разумеется, повлияет на стиль прохождения Это могут быть кристаллы Позволяющие преодолевать охранные лазеры НЕК при этом станет еще уязвимее, чем он есть Так что этот тип геймплея следует воспринимать как стелс Фигово, что на уровнях коробки не попадаются, конечно Дерево или лед Каждый из них дает герою фору в той или иной ситуации Позволяя ему двигаться быстрее Или становиться неуязвимым для кое-каких вражеских ухищрений До тех пор, пока ледяной НЕК не перегреется на солнышке А деревянного НЕКа не заденет горящая стрела В этом случае игра включит таймер и вам придется попотеть, чтобы спасти свою шкуру Камнежопой даже не стесняется юзать металл Бронируя свою тщедушную тушку по самые помидоры Угадайте, работает ли вся эта аркадная прелесть в НЕК? А вот нихрена! Почему? Да все потому же! Каждый из этих моментов тщательно выверен И предлагается строго по сюжету Их крайне мало Они короткие Никаких толковых загадок с комбинированием способностей здесь нет Да и появляются они аж часа через 4 после того, как о игре складывается впечатление, как о чем-то очень скучном и бесполезном Вы только взгляните на потенциал этой игры Сколько возможностей, сколько идей можно было реализовать из этого ходячего конструктора Не срываясь в линейности и желании рассказать никому ненужную историю Да о чем я говорю вообще? Посмотрите на Uncharted, одну из моих любимых игр Кинематографичность и линейная структура процесса ни разу не доставляла мне дискомфорта И вряд ли когда-нибудь доставит Напротив, все это только усиливает впечатление от безбашенности трюков Дрейка и ожесточенных перестрелок Кинематографичность не должна быть самоцелью Это всего лишь связующий элемент между геймплеем, сторителлингом и визуальным оформлением Интересная игра от этого не перестанет быть таковой А неинтересная в свою очередь Ну вы поняли А играть в NEC по-настоящему неинтересно Хотя бы потому, что она насильно контролирует каждое ваше движение Не давая проявить ни смекалку, ни любопытство Нужно драться, высчитывай тайминг и бей единственным ударом Нужно перепрыгнуть через скалу Не беспокойся, мы уже сняли катсцену для этого Ты стал слишком большим Сбрось весь свой прогресс вон в ту мусорку Уровень закончится через пару подходов И при всем этом игра просто издевательски затянута В ней чуть ли не 13 уровней с около 8 подуровнями в каждом И если вам показалось это чем-то нормальным, то... Ну возможно да, так и есть Но не в этом конкретном случае Где-то на полпути ты начинаешь ощущать себя безвольным роботом Дрессируемым безумным ученым ради каких-то неблагочестивых целей А когда включаются катсцены, ты приходишь в себя, переводишь дух И переодеваешься в шкуру Алекса де Ларжа Тем смешнее осознавать, насколько создатели заморочились на том, чтобы заставить игроков перепроходить это говно То есть даже не так Они сделали всё, чтобы игроки не получили удовольствие от первого прохождения В чём это выражается? Ну, хотя бы в системе прокачки, ориентированной на коллекционирование айтемов Здесь имеется некоторое количество девайсов Которые необходимо собирать по кусочкам и получить какой-нибудь перк Вроде выбивания энергии саммерстоунов из врагов Вместо кусков аппаратуры также попадаются всяческие уникальные реликты С помощью которых потом можно будет открыть совершенно другого нека с уникальными способностями Таких неков тут аж шестеро Каждый из них сильнее стандартного, но имеет определённого рода слабости Добавляющие в прохождение ещё больше челленджа По мнению разработчиков, разумеется Само собой, вы не сможете открыть их всех, пройдя игру лишь один раз Более того, вы не сможете даже полностью прокачать своего персонажа И это не было бы проблемой, если бы даже первое прохождение не нагоняло тоску Тоску по разнообразию, тоску по качественной боевой системе Тоску по упущенным возможностям Дальше придумывайте сами И я буду честен, я не открывал эти скины Я не играл в них Просто потому, что я ебал в жопу это говно Простите, но в мире слишком много интересных вещей, чтобы я задрачивал рубиновые реликты В игре, которая по степени интересности и насыщенности способна сравниться с работами Солшеницына Знаете, иногда для того, чтобы полюбить игру, достаточно просто получить от нее удовольствие Посмотрите на Нек, она выглядит потрясающе, она неплохо управляется и я практически не могу придраться к технической составляющей Могу отметить лишь нестыковку тайминга боевой системы и анимацию ударов, это очень сильно слит Она, блин, красивая, но я никогда больше не притронусь к ней Она высасывает из меня все остатки человечности, несмотря на то, что по уровню качества Нек способен конкурировать с другими продуктами Сони Но при всем при этом, я с большим удовольствием полюбуюсь на какой-нибудь слепленный на коленке проходняк Чем буду тратить время на задрачивание коллектиблсов в игре, которые заставляют меня зевать еще на втором уровне Например, в игру Wet, помните такую? Кривожопый полуслэшер, полушутан от третьего лица, выполненный в стилистике грайнхаус фильмов Она отвратительна по всем параметрам Плохая графика, ломающие запястья управления Хит детекшена просто не существует, это как если бы Рея Чарльза отправили на фронт Но происходящее в ней настолько завораживает, оно безумно и безбашенно, что ты удивительным образом начинаешь оправдывать каждый из присущих игре недостатков Плохая графика начинает гармонировать с визуальным стилем, к управлению привыкаешь, а прочие неудобства добавляют в игре азарта И ты тащишься от какого-то говна, которому самое место на свалке рядом с Mindjack, Alone in the Dark и прочим мусором Просто потому, что тебя цепануло Нек же он как троянский конь от мира видеоигр Под красивой картинкой и фирменным соневским оформлением кроется черная дыра уныния Будто ты слушаешь альбом Joy Division, попутно мастурбируя на фотографию Сьюзи Сью И да, это весь обзор Потому что я прошелся по всем значительным пунктам Нек По всем ее геймплейным составляющим Багов тут немного, это же Sony Ну а кооператив, он и в Африке кооператив Кстати, я буду банить уродов, которые попытаются оправдать Нек тем, что ее, мол, с друганом прикольно проходить Это не говорит о качестве игры, это говорит лишь о разнообразии вашего тасуга Но прежде чем закрывать лавочку, стоит, наверное, рассказать о итогах путешествия наших героев Не то, чтобы это было кому-то интересно, но все же За таинственной дверью кроется целый склад супер-пупер артефактов, которые охраняет круглая очкообразная штука, которую Нек без звезды победит Варгас, переборов свой эгоцентричный гундеж, спасает Шарлотту и вместе они живут, как подобает нормальной семейной паре До развода Лукаса, наконец-то, погладят по головке и скажут ему, что он хороший мальчик И, вероятно, даже дадут косточку Спасибо, Лукас Наверное, это равноценно, хотя вряд ли ее можно будет погрызть Райдера объявляют погибшим, после того, как тот бросается на выручку злобной, но притягательной Катарине Которая, вероятно, подрабатывает дублером на съемках фильмов жанра Уся Не, эмансипация Причем, смешно то, что команда сама бросает окруженного лавой Райдера После чего сама же распространяет слухи о его гибели Ну да, парню с такой прической явно не место в этой фэшн-бригаде Что же касается Виктора, то он... Будем считать, что он в порядке Вот так вот возлагаешь надежды на игру, а она оказывается пустой шкатулкой в руках Якубовича Ну, по крайней мере, в моей коллекции истории об обделавшихся легендах игровой индустрии затесалась новая вещица Чем не бонус? Хотя мне пора бы ограничивать себя в играх, не имеющих никакой культурной ценности Как я вообще наткнулся на этот порожняк? Большое спасибо Артемию Кондрашобу за выбор игры для этого обзора Ну а с вами мы увидимся очень скоро в обзоре очередной игры, которая совершенно точно не имеет ничего общего Короче, это Life is Strange Вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok